Стоит Иград первым номером Каменский о фаворите полуфинала МЧМ, тактических сюрпризах и дисциплине сборной России. 3 января 2020 года, 17.41 Полина Стаменкович молодежная сборная России должна действовать первым номером в матче полуфинала чемпионата мира со Швецией. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский. По его словам, российские хоккеисты успели сыграться за время турнира. Кроме того, эксперт рассказал, как подопечным Валерия Брагина стоит действовать против лучших бомбардиров первенства Нильса Хёгландера и Самуэля Фагема, а также назвал психологическим приемом заявления нападающего Давида Густавсона о том, что сборная России необходимо бояться будущего соперника. Согласны ли вы с тем, что самоуверенность шведов, не проигравших на нынешнем чемпионате мира ни одного матча, может сыграть с ними злую шутку, так как им сложно отыгрываться, если они теряют контроль над матчем? Нет. Сейчас идут игры на выбывание, и в каждой из них важную роль играет психология. Поэтому все настраиваются на единственный матч, а то, что было до этого на турнире, не имеет никакого значения. Значит, психологический фактор будет давлеть над обоими соперниками в равной степени? Да. Каждая команда понимает, что если выиграешь в этом матче, то идешь дальше, если нет, выбываешь из борьбы за золото. Шведы много атакуют и забрасывают шайбы, при этом часто забывая об обороне. Значит ли это, что подопечным Валерия Брагина на руку игра вторым номером, учитывая высокое индивидуальное мастерство нападающих? У нас очень сильная команда. Если она будет придерживаться своего хоккея, задаст свой темп и навяжет свою тактику, то у шведов попросту не получится действовать так, как они хотят. Поэтому в любом случае стоит игра первым номером и исключительно на победу. Голкипер Ярослав Аскаров в последних двух матчах не дал поводов в Сибео сомниться, пропустив лишь дважды. Может ли тренерский штаб выпустить Амира Мифтахова, или уже не стоит заниматься рокировками? Разумеется, это выбор тренерского штаба. Как они решат, так и будет. Мне здесь тяжело судить. Но у нас есть главный вратарь, отстоявший большее количество матчей, наверное, его и нужно оставлять. Сделали стране хороший подарок на Новый год. Как в России отреагировали на победу молодежки над Швейцарией на МЧМ. Обыграв Швейцарию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, российские хоккеисты сделали стране новогодний подарок. Такое мнение. Игра в большинстве в последних двух матчах становилась решающим фактором. В данном случае стоит говорить о том, что сработали перестановки тренерского штаба, или просто количество перешло в качество. Думаю, к этому команда и стремилась, поэтому количество и переросло в качество. Ребята наконец-то сыгрались и поняли, как необходимо действовать. До этого у них не было на это времени. А сейчас они почувствовали друг друга, отсюда и лучшая реализация большинства. В списке бомбардиров турнира лидируют нападающие первого звена сборной Швеции Нильс Хелгландер и Самуэль Фагема. Акцентирует ли тренерский штаб на них особое внимание при подготовке или лишь попросит строже играть в обороне в целом? Конечно, им будет уделено особое внимание. Будут разобранные голевые моменты, позиции, с которых они чаще всего забрасывали шайбы. И ребята будут внимательнее против них действовать, как и с любыми лидерами. Но в принципе, не надо ни под кого подстраиваться, а вместо этого самим идти вперед, реализовывать голевые моменты и обыгрывать шведов. Как Брагин и Игорь Ларионов могут удивить соперника или в матче такого уровня о сюрпризах говорить не приходится. Не думаю, что стоит кого-то удивлять. У нас сильная команда, которая умеет выйти и сыграть в свой хоккей. Шаг навстречу трофею. Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ по хоккею. Сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина отправили в. Сборная России проводила свой матч на 8 часов раньше, чем соперник, но при этом проделала путь из Таршинца в Остраву. Какой из факторов скорее скажется на игре в полуфинале? Думаю, что ни то ни то не будет иметь значения. Ребята молодые, быстро восстанавливаются, им хватит на это сегодняшнего дня отдыха. Кроме того, не стоит забывать о накалив плей-офф, который дополнительно подстегивает хоккеистов. Поэтому на такие вещи никто не будет обращать внимания. 9 ноября в контрольном матче Шведа разгромили россиян 6 к 1. Станет ли это дополнительной мотивацией для команды Брагина? Сейчас все настраивается на конкретный матч со шведами, который необходимо выиграть. Поэтому не имеет значения, что было до этого или что ждет впереди. Сейчас нужно правильно подойти к этой встрече, подобрать тактику и обыграть соперника. Какой бы вы дали прогноз на полуфинал? Мне бы не хотелось заниматься предсказаниями. Буду болеть за нашу команду и думаю, что она победит. Подопечные Брагина могут это сделать, в этом нет никаких сомнений. В плей-офф вышли исключительно сильнейшие команды, поэтому о фаворитах говорить не приходится.